ЕНПФ объяснили, почему доходность пенсионных активов резко упала. Просто на накопление повлиял курс доллара. Примерно две трети сбережений казахстанцев фонд инвестирует в тенге, а вот остальная часть – долларовая. И когда американские деньги дорожали, на наши с вами пенсионные счета поступало больше дохода. Ну и наоборот. Повышение курса доллара, что повлияло на увеличение положительной доходности. То есть инвестиционный доход переоценивается раз в неделю и в конце месяца. Поэтому тогда наши вкладчики заметили увеличение инвестиционного дохода. Позднее, в конце марта, курс доллара стабилизировался и, соответственно, понизился по сравнению с серединой марта. Соответственно, была осуществлена переоценка, в результате чего инвестиционный доход, начисленный на счета наших вкладчиков, понизился. Сейчас курс валют часто меняется, а поскольку переоценку пенсионных активов проводят еженедельно, вкладчики видят постоянные изменения и в своих выписках. В ИНПФ рассказали, что по итогам прошлого года доходность превысила 11%. Инфляция тогда была чуть выше 8%. А вот за три месяца до этого доходы составили всего 2%, при инфляции – в 5%. Но специалисты призывают не пугаться минусовой разницы, говорят, анализировать размер инвестиционной доходности правильнее все же за год, а не за короткие промежутки времени. Пенсионные активы – это долгосрочные инвестиции, поэтому инвестиционную доходность надо рассматривать как минимум за год. Так как в краткосрочном периоде, в зависимости от конъюнктуры рынка, меняются процентные ставки, меняются курсы, поэтому происходят по закону рынка соответствующие изменения. В соответствии с законом о пенсионном обеспечении, инвестиционный доход гарантируется государством в размере инфляции. Продолжение следует...